приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 6 мая и начинается моя новая вышивали рукодельные и не только неделя я пока если честно еще не очертила все свои планы на эту неделю вроде как у нас там какое-то небольшое грядет на несколько дней похолодания разберемся надо подумать что из вышивки в принципе я уже так прикинула фетр плюс я все думала когда же кто-нибудь заметит что нет хаеда и сегодня я захожу в комментарии к предыдущей вышивальной недели и там такое а где хаед вообще-то делся пропал да хаед я немножко отложила но надо надо его возвращать как-то стоило догадаться что наверное в теплое время года он будет идти хуже но я рассчитываю что осенью я его возьму как один из основных процессов в общем как как идет так идет но пока он до недели две уже как не идет никуда и это совсем конечно никуда не годится надо потихонечку его тоже вводить может на этой неделе у меня это получится но что я хочу сделать точно на этой неделе этом я думаю что закончить вот такой вот дизайн это у нас heritage такая таймгрин такие вот калибрики в которых основной фишкой всего мероприятия является наличие лежать лежать я не захотела является наличие вот таких вот замечательных стежков это у нас как обычные крестики так и узко крестики мы видим и четвертинки и сдвинутый крестик начинала я это все на прошлой неделе немножко сначала испугалась когда увидела как выглядит схема но потом разобралась и вот такой вот кусочек у меня уже вышит это 45 процентов по моему что-то темнеет говорили что у нас сегодня будет гроза посмотрим посмотрим сейчас кажется 26 градусов или что-то такое 27 прекрасно так вот что у меня уже вышита если присмотреться к этому всему поближе там можно увидеть приблизительно все вот они эти узкокрестики вот в одной ориентации в другой ориентации четвертинки сдвинутые вон крестики в общем здесь весело но я если честно судя по всему разобралась я думаю что это будет сложнее вон тоже видите узенькие такие крестики я думала что будет сложнее но вроде пошло так что думаю что на этой неделе я этот дизайн закончу еще из крестикового я вышиваю вот такие вот игрушки от созвездия единорога от натальи лужанской и у меня вышито уже ну как сказать вышито вышито крестиками вот такая вот это сердечком то вот это верхняя потом что у нас есть у нас есть вот такая вот с ромбиком это вот она это пока только крестики здесь еще будет бэкстич бисер пришивные элементы разные капельки и жемчужинки то еще все будет расшиваться и сейчас я начала третью из четырех это вот это вот с таким овальчиком и еще есть соответственно четвертая вот вот такая вот с кружочком и потом туда еще будет нашиваться вот это все золотишко видите несколько видов бисера жемчужинки все это монониткой в общем как-то она у меня так пошло крестиками и судя по всему я уже смирилась со своей участью судя по всему я вышью все четыре и потом буду уже в своем темпе делать на всех четырех бэкстич и на всех четырех одновременно пришивать эти пришивные элементы то есть взяла там бисер золотой пришила на всех четырех взяла там бисер какой там есть еще бежевые пришила на всех четырех взяла этом жемчужинки пришила на всех четырех мне кажется этот ой там еще эти жемчужинки разных размеров смотрите есть круглые побольше и круглые поменьше река в общем будем разбираться с этим всем но да думаю что сначала я их всех четырех вышью и также фетр фетр это у меня вот такой вот буклет от мэри стокин и у меня из этого буклета сделано уже четыре игрушки на прошлой неделе я делала вот эту вот с яблоком и и мне казалось что она самая такая кропотливая из всех и я что вы думаете вы этого не увидели в предыдущей вышивальной неделе но я ее доделала вот так вот она у меня выглядит вот все эти яблочки с черенками яблочко внизу расшита пайетками так вот это выглядит с обратной стороны на такая пухленькая в общем осталось 2 и на этой неделе мне я собираюсь делать вот эту она у нас следующие идет такая вот композиция с тыквой и листочками и для того чтобы ее сделать я уже на вырезала себе фетром вчера весь который необходим это я так понимаю тут вот от тыквы как у тыквы называется эта часть черенок не черенок сейчас опять скажу что такое умное умное мне потом все напишут какой черенок эта штука у тыквы я садовод еще тот вот это основа на которую будет тыква крепиться это вот это вот на которую будет крепиться вот это и листочки у нас еще должны быть да вот двух цветов это мой фетровый план вы знаете я пришла к выводу что делать по одной игрушке в неделю это прям вот то что надо ты не садишься не делаешь один фетр а крестики где-то там в углу плачут как-то потихонечку потихонечку она все двигается это не выглядит сложной слава богу я думаю что я с ней справлюсь если я справилась за предыдущую достаточно загруженную неделю с вот этой вот корзинкой то с вот этим дизайном я точно должна справиться приходят мне какие-то сообщения что на пришли на укрпочту посылки я не знаю мне все посылки с алиэкспресс они обычно делятся между укрпочтой новой почты и раньше еще была мист экспресс сейчас мне просто все посылки приходят на укрпочту я не знаю где я нагрешил пасочку ела за день до пасхи может в этом вся причина почему все посылки мне пришли на укрпочту но надо будет сходить но это уже не сегодня сегодня у меня выходной неожиданно сегодня у меня день отдыха расслабление после после всего что было на прошлой неделе особенно после вчерашнего гости это прекрасно но надо и немножко выдохнуть но сегодня вечером хочу еще побегать тысячу лет я не бегала надо 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 не знаю будут ли у меня на этой неделе наконец-то дачные выходные я уже начинаю терять надежду середина мая но будем видеть так что очертила я такие топ-3 того что я хочу продвигать на этой неделе это у нас калибри это у нас созвездие единорога и это у нас фетр и посмотрим может ближе к выходным появится что-то еще рихает реально чем черт не шутит но пока буду продвигать эти три процесса так что если вам интересно как у меня пройдет эта неделя оставайтесь со мной добрый вечер почти два часа час пятьдесят и что мне за сегодня прибавилось вот как-то так у меня сегодня было и вот что мне сегодня удалось тут вышить у меня вышились два вот таких вот милых калибрика вот это вот веточка закончилась и две вот такие вот симпатичные птички у меня появились очень результативный день несмотря на то что я сегодня еще пробежала такие десять километров лень была просто я вам не могу передать я до последнего думала что лень выйдет победителем такие из этой схватки но в конце концов я себя взяла в руки и каким-то образом заставила но это было нелегко но опять же я теперь горжусь собой в два раза больше но несмотря на это тысячу триста двадцать восемь крестиков у меня появилась за сегодня в этой работе и это прекрасно потому что вчера у меня было по моему восемьдесят два а позавчера семь семь это второй отрицательный результат мой в этом году хуже было только у меня один был полностью не вышивальный день и вот семь крестиков но я их сделала это тоже показатель того что я себя могу дисциплинировать кстати я сейчас только что поняла что это лапки у меня случайно включился сегодня бэкстич так он у меня отключен в схеме я увидела что тут у птички будет такой чубчик такие реденькие волосики пушок какой-то такой выбившийся очень милый да здесь были очень интересные глаза посмотрите что здесь происходит в глазах тут происходят узкокрестики в носике происходят они же здесь в носике тут сдвинутые крестики и узенькие тоже скругленные по моему вот этой вот нижней птички да видите вот ее эти края вот это вот место голова и дальше они вот такие вот тоже с этими узенькими крестиками скругленные хвостик тоже смотрите вот казалось бы да я не я не знаю мне кажется это очень какая-то пагубная тенденция для моей будущей вышивальной жизни но мне начинает нравиться этот стежок хотя сегодня почитала комментарий под вышивальной неделей где мне писали что просто пришли в ужас когда увидели эту схему я если честно тоже пришла в ужас когда ее увидела но у меня судя по всему начинается какой-то стогольский синдром с этим стежком потому что он начинает мне нравится я начинаю понимать что вот такой вот хвостик кстати не знаю ну давайте сейчас тоже включу бэкстич мне кажется здесь даже кстати 75 процентов у меня уже в работе мне кажется что здесь в птичках а нет будет чуть-чуть вот тут хвостики будет одна такая линия бэкстича причем такая прикольная черная а потом сразу белая ладно разберемся лапки тут будут делаться мой это будет потрясающий бэкстич сейчас я вам покажу вот мне кажется это будет очень весело делать видео эти черненькие штучки это бэкстич дамы и господа это бэкстич посмотрите это же стежочки это же пол ну а через одно переплетение делается стежочек ммм какое удовольствие предвижу я вот вот эта свешная вот эти вот перышки вот хвост какие-то тут еще перышки вот это вот странное растение которое у нас внизу будет обводиться вот тут лапки этот бэк который черно-белый ну в общем как то разберемся и вот такой вот кусочек мне осталось если сделать вот так вот видно что мне еще нужно доделать стебельки до листочки тут он тоже если увеличивая схему пошло-поехало это кстати все так ничего себе нормально мне кажется что мне остался такой вот эти четвертиночки видите ой не четвертиночки эти узенькие крестики ну мне кажется что мне остался достаточно простой кусочек думаю что за завтра я его выщу так вот возвращаясь к этим ненормальным созависимым отношениям меня и узкокрестиков вот я смотрю на этот хвостик и я понимаю что ну он красивый то есть если бы там не было вот этих сдвинутых крестиков и этих узеньких крестиков соответственно он бы иначе выглядел а он такой вот знаете не совсем прямой вот он такой там чуть-чуть опущенный то есть он какой-то эргономичный такой вполне себе реалистично выглядит без этих стежков он был бы другой то же самое вот это вот что она там крылышко очевидно сложенное вот тоже не было бы вот такого вот остренького у него окончания если бы не вот этот маленький крестик половинчатый такой то есть его можно было бы конечно доделать бэкстичем но все равно не совсем то пальто было бы вот здесь если бы не было видите что здесь делается этот переход из зеленого в какой-то светло-фиолетовый ты тоже там эти узенькие крестики тут вот у нас переход это четвертинки рядышком вот оно все создает эффект который очевидно другими стежками создать было бы ну либо невозможно либо сложнее и в этом что то есть мне сегодня кстати что там вибрирует надеюсь не тревога мне сегодня так меня меня сбила не сбила эта вибрация так сбила ненадолго в общем мне сегодня написали опять же в комментариях что удивлены что я никогда не вышивала круги клейтона то что если бы вышивала то я бы была знакома с этими всеми стежками никогда не вышивала реально они одно время на ю тубе были очень популярны давно давно я давно здесь но как-то я смотрела 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 но вот красивые но не позарилась что называется вот очевидно не ёкнуло у меня с каким-то конкретным дизайном но интересные есть там очень интересные я так понимаю что их там очень много в общем такой вот у меня сегодня итог моего вышивального дня не делала фетр я там ну это две вот эти детали которые бежевенькие я вырезала их из фетра отрезала лишнее там этот контур но я не считаю что это я поработала над фетром я сегодня больше сосредоточилась на этой работе не знаю снимать ли по ней отдельное видео с одной стороны тут уже почти все вышло с другой стороны может быть что-то такое маленькое и можно было бы снять может когда до вышиваю все там крестики полукрестики и дубы к стича что-то подснять опять же про эти стежки потому что я с таким сталкиваюсь впервые но мне нравится она получится маленькая то есть вот ну вот смотрите моя рука и вот то есть она узенькая узенькая это панелечка и у меня таких будет четыре надеюсь в какой-то там перспективе ну очень они симпатичные кстати мне опять же писали в комментариях может быть было бы легче вышивать эти стежки если взять двадцать пятый каунт лугану двадцать пятую оно то да но на самом деле мне и линда кажется достаточно крупной линда двадцать седьмая это вообще моя самая любимая ткань люблю двадцать седьмой каунт двадцать восьмой каунт и мне комфортно их вышивать то есть я не чувствую что я там пытаюсь блоху подковать и что-то как-то куда-то вопхнуть которое туда не впихивается нет ну нормально все ложится не толкается мне кажется что двадцать седьмой каунт сюда хорошо подходит конечно вы можете попробовать и на двадцать пятом это будет еще легче вот видите таких вот местах хорошо видно что она в принципе лежит в мире порядке друг с другом эти стежки даже если они рядом они нормально там все укладываются можно и двадцать пятый но я выбрала двадцать седьмой и мне кажется что не прогадала кстати да я еще сегодня вот вот это вот сделала вот эти потрясающе к нему будут будет тянуться бэкстич ну да отсчитывать вот это вот это было интересно я не размечаю ткань никогда уже много-много лет я привыкла считать конечно когда надо вот это вот посчитать вот прям совсем вот такое вот это да надо там пересчитать несколько раз но я настолько уже давно отошла от разметки что мне кажется нам не будет мешать гораздо больше чем помогать в общем я со своими калибриками иду спать я абсолютно неожиданно для самой себя вспомнила сижу вышиваю никого не трогаю думаю так значит завтра буду там дошью там по мостал 600 крестиков или что такое в этой работе думаю так дошью значит эту работу потом там еще что-то возьму еще что-то возьму возьму сердечки так для тренировку надо завтра сходить так в котором часу завтра вставать и тут просто откуда-то из недр памяти у меня такое знаете как лампочка такая загорается плитка завтра должны привезти плитку для балкона которая пыталась приехать в субботу и даже приехала но не так вот так вот такая вот грустная история ее увезли назад и завтра будет попытка номер два эпицентра доставить плитку я надеюсь что в этот раз они как-то будут внимательнее и это будет прям вот прям вот та вот плитка которая нужна у нас сегодня был дикий ливень но меня это очень порадовало потому что так хорошо да мне всю ржавчину с балкона посмывала просто любо дорого сделала матушка природа сделала за меня часть работы и наверное на этой неделе если получится надо будет уже заняться этой зачисткой металла чем чем я в своей жизни занималась но по-моему зачисткой металла еще пока нет буду кстати опять же писали мне в комментариях что легче красить металлические вот эти прутья пункта маленьким валиком в общем я еще перечитаю это все легче чем кисточкой вообще видела что красят в резиновых перчатках просто макают руку в краску и потом ну вот так вот проводят по этой металлическому этому прутику и она окрашивается у меня так кстати мама красила когда-то на даче у нас на окнах металлические тем как это называется ну решетки а вот так вот и их очень тяжело было покрасить там такое у нас есть глухое не открывающиеся окно и там ну подлезть с другой стороны было очень сложно и она вот тоже дошла сама до этого просто надела такую плотную перчатку такую хозяйственную и макала в краску и вот так вот обтирала пальцами просто эти прутики они еще такие витиеватые были там надо в каждую вот эту вот витиеватую штучку залезть этой красочкой ну посмотрим в общем до покраски там к сожалению еще есть кусок работы я вчера так вышла рассмотрела это все поподробнее думаю ну да да я тут наскребусь конечно этих этой ржавчины этой краски я не знаю несколько поколений моей семьи красили эти решетки и по-моему каждое следующее поколение думала а покрасишь сверху и вот так вот оно дошло до моих дней вот эти вот там как минимум три слоя это только те которые можно рассмотреть причем прям моей жизни на моей памяти красился этот балкон только один раз а тут мои родители тут живут с 50 какого-то там года то есть уже ой это уже сколько лет почти 70 лет ничего себе приблизительно столько и и дома я так понимаю так что здесь история умалчивает последний раз красила этот балкон бабушка моя до нее кто его красил но очевидно те кто дом сдавал и потом где-то в перерыве еще кто-то один или два раза так что пришла моя очередь это прямо к это фамильная забава перекрась балкон но это моя такая собственная личная мини стройка я я отвожу душу надо чем-то заняться к стресс как-то снимать в общем пойду я спать и я думаю что мы завтра я это все дело перекручу к сожалению калибри мои немножко ненадолго заедут наверх и выйдет листочки выйдут выйдет это я у пасочки верхушку они выйдут и я думаю что они особого мне труда доставить не должны так что встретимся с вами завтра я думаю что уже с полностью всеми вышитыми крестиками полукрестиками узкокрестиками и и всем прочим что задумано производителем в этой узенькой маленькой но очень насыщенной и интересной работе так что до завтра добрый день у нас 7 мая и что вы думаете это это мешок какого-то клея очевидно я небольшой специалист ну да клеюча сумиш а под клеючей сумишью а вы не поверите ой божечки ежечки оно ж тяжелое это однако ну да 25 килограмм странно если бы оно было легкое плиточка та плиточка которая нужна вот в отличии от того что нам пытались привезти в субботу так отвлекли нас телефонным звонком не проследили занесли мешок но мешок занесли я проследила в общем да это то что нам нужно это то что мы выбирали изначально и вот такая вот красота будет в какой-то перспективе я не знаю насколько это будет прямо на этой неделе или на следующей неделе но знаете ли плитка уже есть и это я считаю половина половина успеха вот такая вот будет симпатичная там была еще такая более темная но более темной сейчас нет есть только такая но это тоже очень красивая так что вот такая вот история подвигаем эту штуку назад уже моя рука может двигать оказывается 25 килограмм и у меня есть еще целый час до тренировки прям все сложилось идеально ну конечно еще идеальный было бы с первого раза но и грех жаловаться добрый вечер как для меня так действительно ранний вечер в 12.57 но я уже буду закругляться на сегодня с рукоделием потому что во-первых я что-то устала это причина номер раз причина номер два там взлетели самолеты так что скорее всего сегодня ночью будет обстрел я не то чтобы очень сильно надеюсь до него успеть поспать но надежда умирает последней поэтому сейчас как-то быстро 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 я еще хотела бы снять завтра кусочек для отдельного видео по этой работе потому что как видите я довышивала вот эти вот все листочки стебельки все у меня здесь полностью готово это было как я и предполагала не сложно достаточно быстро опять же вот как красиво этот стежочек выглядит здесь с краю единственное что наверное для съемок отдельного видео надо было бы сделать маникюр но я не чувствую в себе силы вдохновения начинать пилить ногти в час ночи особенно потому что они у меня как-то ушли в знаете одичали поотрастали и мне сейчас сидеть их пилить а их пилить это ну это прям мероприятие потому что они такие вот я их давно не пилила и они подрастали вот до такого вот состояния сейчас пытаться их как-то обуздать это наверное не то чем бы я хотела заняться не знаю или так оставить или красить в общем сейчас буду думать как это все провернуть так что до фетра сегодня у меня опять руки к сожалению не дошли но дошли до вот такого дизайна до сердечка сидела смотрела первый полуфинал евровидения и штопнула неожиданно попытаться каким-то образом побыстрее переместить себя в кровать потому что судя по всему ночь сегодня будет не самая легкая а завтра я думаю что у нас уже будет финиш вот этой первой из четырех панелек вот Heritage и следующая будет у нас уже летом да вторая которая у меня тоже задумана на этот год кстати вот я не помню есть ли у меня к ней перенабор у меня вот сейчас такая прям гей давай давай но я вот только что поняла что я не припоминаю чтобы у меня был к ней перенабор я конечно сейчас так вот есть спасибо ибо я в прошлом которая позаботилась о том чтобы заказать перенабор ой знаете иногда когда тебя другие радуют это приятно но вот когда ты радуешь сама себя это это тоже знаете иногда тоже нужно это хорошо ну одной проблемы меньше так что все иду я потихоньку двигаться в сторону кровати я сегодня еще сходила на тренировку правда я какая-то такая была подуставшая и тренер был в точно таком же состоянии и мы обсудили решили что мы сегодня особо усердцев усердствовать не будем проехали там что то ли 13 километров то ли что и полюбовно разошлись вот так вот но все равно сходила это тоже активность это тоже хорошо и гораздо гораздо лучше чем ничего так что все сегодняшний день вышивальный прошел хорошо надеюсь что завтра наконец-то до фетра у меня тоже дойдут руки потому что откладывать на последний день не самая лучшая идея добрый день у нас уже восьмое обалдеть уже восьмое мая так среда и я уже сняла кусочек для отдельного видео по этим калибре рассказала про все эти стежки как какой стежок выглядит на схеме как какой стежок выглядит на вот этой вот диаграмме в инструкции и вы знаете что я поняла надо сегодня обязательно поотвечать на комментарии мне писало несколько человек в комментариях что Марина узенькие когда в одной клеточке два значка там что то такое было диагональных это полукресты у меня на этот момент кстати уже было была бы что то вся работа и тут мне два человека дописали в комментариях Марина когда два сдачка такие в уголке клеточки это полукрест я понимаю что я уже вышила все стежки в работе вот с чем и вот я сталкивалась со всем с чем можно было столкнуться кроме полукреста полукреста ни разу не было я думаю так какой полукрест я уже подумала может я что то не так сделала реально думаю я же делала по диаграмме ну не может там быть полукреста уже думала хорошо что я заранее не начала отвечать думаю ну ладно разберусь короче начинаю я разбираться с этим всем добром вот мы видим обычный крест вот мы видим пожалуйста мы видим узкокрестик да то есть вот у нас значочек который занимается который по центру одной половины клеточки и что мы видим вертикальный полукрест хотя тут не полукрест написано а тут написано подождите подождите а как у нас полукрест если полный крест это кросс-стич а полукрест у нас half-кросс-стич а тут просто half-стич написано хм то есть не полукрест а половинчатый крест типа короче видите вот это вот слово half половина вот тут вот наверное где-то мы и не допоняли друг друга но я сейчас прям найду этот комментарий спасибо большое кстати всем кто пишут по поводу мебели для балкона что комплект со стеклянным столом и с креслами 10 лет уже стоит на балконе с ним все нормально так два плоских крестика в одном квадратике комментарий на польском спасибо большое что меня смотрите практически под каждым видео так про операцию по лазерной коррекции зрения почему бы мне не сделать у меня не такой рубрика ответы на комментарии у меня не такой большой минус у меня всего минус полтора оба глаза был один минус 1,7 минус 1,75 но сейчас я очень хорошо пользовалась глазами в прошлом году и у меня зрение чуть-чуть улучшилось у меня не такой большой минус то есть минус полтора вот я сейчас стою без линз да я вижу в окне зеленое дерево и большой дом да я вижу их ну так не очень четко то есть это не не сказать что размыто как будто мне там я не знаю как в тумане в каком-то но они не четкие когда ты находишься на улице без линз это некомфортно я ходила без линз вот как раз на прошлой неделе на осмотр зрения мне очень сильно некомфортно потому что я привыкла в линзах ходить я не четко вижу землю под ногами то есть я ее вижу если там будет лежать не знаю кот человек камень то я увижу я на него не наступлю но оно не четко и из-за этого дискомфортно но я не думаю что у меня настолько критическая ситуация чтоб прям делать операцию я знаю меня знакомые делали и очень довольны и уже в этот же вечер прекрасно видели но я не готова к такому пока что по крайней мере точно не готова я верю что это классно я верю что это раз делал там отбоялся и и ходишь себе счастливый не тратишь там деньги на линзы ничего себе не запихиваешь в глаза но я я та еще трусиха я не готова ни морально ни физически ни материально никак поэтому пока что пока что буду с линзами но я за вас очень рада что вы решились и это решило проблему может быть когда-нибудь и в моей жизни это произойдет но но я думаю что не в ближайшей перспективе так читаем дальше вот вот этот комментарий меня смутил мелкие значки в четверти полукрест ага мелкие значки в четверти это полукрестик через одну ниточку то есть это очевидно имелось ввиду мелкий значок в четверти Вот у нас четверть крестика Мелкий значок в четверти Очевидно, вот эта вот штучка Ну да, это понятно, что полукрестик через одну нитку Так, и где-то здесь Ещё был комментарий Вот это меня смутило Марина, это полукрестики Так же, как Четверть крестики Это что? Короче Слово полукрест смутило Меня сильно Но здесь мы четко видим, что Да, тут тоже написано Диагональный полустежок Но это то, что мы привыкли называть Три четверти креста Мы видим вот такая палочка На схеме она Вон её Ну, собственно, тут не важно Вот, видите, вот эти значки Вот у нас клеточка Посередине такая диагональная палочка Один значочек, второй значочек Собственно, вот Мы вот это вот только что видели на схеме То есть, мы делаем полукрестик Большой нормальный полукрест И вот такой вот мой сепусенький полукрестик То есть, это три четверти креста То есть, мы, по сути, с вами сделали Полукрест И четвертинку То есть, мы, по сути, крестик не доделали Одним только стежком У нас крест крестик на 3 четверти готов поэтому обычно это 3 четверти креста, почему здесь это какой-то диагональный полустежок называется кто его знает ну и соответственно два диагональных полустежка это когда их двое в одной клеточке и они разных цветов, как например где у нас где у нас, так чтобы хорошо было видно, где-то я тут так хорошо показывала, ну вот например вот в одной клеточке видите оранжевый и темно-зеленый то есть у нас тут темно-зеленый полукрестик и маленький стежочек и вот оранжевый полукрестик и маленький стежочек вот точно так же, как вот в этой, вот видите четвертинка и четвертинка, вот очевидно я недопоняла там где про полукрестик, такое что, у меня что-то не то вышло, почему ну вроде как нормально, я только когда только что показывала это все увидела вот это слово половина полустежок я такая, какой полустежок в общем, немножко сбила это описание, но хорошо, что есть диаграмма и на нее можно ориентироваться так, наползает уже на нас солнце отодвигалась как могла было ночью две тревоги вроде как я прочитала потом, что работала в Киеве ПВО и в области работала но я, я не знаю, у меня в последнее время нервная система работает таким образом, что я во время тревоги просто отключаюсь ночной это, конечно, очень страшно потому что кто когда-то просыпался от взрыва знает эти ощущения когда ты сначала подскакиваешь на кровати а потом уже в полете где-то под потолком просыпаешься это абсолютно жуткие ощущения абсолютно я их очень очень хорошо помню но я не знаю у меня психика таким образом работает я я легла в кровать услышала сирену думаю, ага и заснула потом проснулась было уже светло я думаю, так, наверное я все пропустила слава Богу потом слышу сирена воет я думаю, так, хорошо это, значит, был отбой потом это сейчас снова тревога думаю смотрю, 6 утра солнце светит посмотрела что предыдущая тревога там 3 часа была потом не было минут 20-30 опять тревога смотрю, миг залетел думаю, миг наверное, кинжалы и заснула назад ну, то есть просто истиг самосохранения в долгосрочном отпуске но лучше так, чем как я делала раньше я сидела я боялась я читала все эти новости о новости так летит одна ракета на Киев ракета на Киев заходит с такого-то направления теперь 2 ракеты теперь 3 ракеты там в области отработало ПВО осталось 2 ракеты они залетают на правый берег Киева правый берег прячьтесь я понимаю что, наверное нужно было бы проявить больше сознательности и реально прятаться потому что я на том самом правом берегу и нахожусь но третий год и в общем я избрала способ сохранять свою нервную систему возможно он неправильный когда-то доведет меня до каких-то не очень хороших результатов но пока работает пусть работает я устала бояться я устала бегать в этот коридор конечно, если начнет взрываться я пойду но пока не взрываются я сплю может это неправильно не делайте так, как я но нет моих сил на это хочу я вам сказать честно так все наша калибри уже верхняя освещена солнцем мне пришлось снять с рамы погладить сейчас нацеплю назад потому что я на раме не могла ее так полностью развернуть такая вот симпатичненькая получилась панелька она как две ладошки вот видите раз ладошка два ладошка я вчера таки сделала над собой усилие и что-то сделала с ногтями такое, чтобы на это можно было смотреть без слез но сильно сильно пилить у меня вдохновения не было поэтому пока с когтями у меня подруга вечно видит как я там что-то сережки надеваю что-то еще такое мелкое она говорит как ты можешь с такими когтями у меня ногти такой длины лет с 14 то есть я вот их начала лет в 14 отращивать и вот приблизительно с какими-то чуть короче чуть длиннее но у меня такие ногти с 14 лет я училась печатать на клавиатуре уже с ногтями я узнала уже во взрослом возрасте что оказывается люди печатают вот так то есть они как бы вот пальцами вот так я всю жизнь я училась печатать вот так то есть я вот так печатаю подушечками пальцев не вот так а вот так и я быстро печатаю я достаточно быстро печатаю потому что я уже училась так поэтому у меня никаких абсолютно нет проблем я нормально прекрасно беру все предметы абсолютно так что вообще не проблема абсолютно чтобы это называться были наши главные проблемы так все пошла я дошивать бэкстич его здесь вроде немного так что сегодня у нас с вами мне там писали в комментариях недавно Марина вы же в кадре одна почему вы все время говорите у нас с вами потому что я считаю что вы причастны ко всему что происходит в моей рукодельной жизни поэтому не у меня а у нас с вами сегодня финиш будет и мы с вами будем радоваться не только я а мы все с вами вместе потому что мы это сделали это как раз та работа финиш у которой я думаю порадоваться прям не грех потому что изначально все это не казалось очень простым все пошла вышивать а вам хорошего дня или вечера или когда вы там это смотрите идем творить итак что у нас там 19-28 и что у меня здесь отлично женщина ты же сделала только хуже так переворачиваю маркер тадам сто процентов как я это люблю вот эти вот спецэффекты это прям это прям то что мне нужно и вот наша готовая работа немножко тут оно перекручено но ниже бэкстича уже не было был бэкстич на самих птичках смотрите у них калибриков теперь есть клювики и лапки и даже хвостик посмотрите какие лапки посмотрите на эти пальчики здесь ничего не было тут у нас тоже клювик и тоже хвостик и крылышки тоже лапка тут вот волосики вот эти вот на голове которые вы вчера обсуждали вот эти вот потрясающие штучки черненькие тоже уже на борту зелененькие всякие какие-то тоже веточки и конечно процентов 70 бэкстича это вот этот вот цветок или что оно тут его было куча в большинстве своем он был несчетный но я знаете поймала какой-то дзен села и такая просто хладнокровная стежок за стежком стежок за стежком стежок за стежком и я с этим всем делом справилась спасибо огромное всем кто писал мне в комментариях что-то я не сомневаюсь да ты справишься да ты разберешься надо возможно как-то проработать тот момент что у других людей больше веры в мои силы чем у меня самой порой но я справилась спасибо огромное за поддержку посмотрите у этой птички даже маленьким таким беленьким этим стежочком бэкстича сделан зрачок и она как будто бы смотрит смотрите прямо на вот этот вот цветочек ну вот какая какая мелочь а какой все-таки нюанс интересный какой вид у этого всего создается в общем я очень довольна сейчас буду заниматься сердечком фиолетовым сейчас буду заниматься фетром а завтра я планирую кроме того что у меня вечером тренировка я планирую завтра позаниматься балконом у меня тут целая куча всяких приспособлений жутких у меня металлическая щетка у меня надфиль у меня напильник у меня шкурка она же я опять забыла у меня подруга не могла очень долго понять что я имею ввиду когда я говорю шкурка наждачка вот некоторые люди говорят наждачка у вас наждачку назвали шкуркой у нас всегда в семье называли шкурка и все понимали что это ну такая что там картон с напылением таким абразивным у нас всегда называли шкурку у нас не говорили наждачка в общем вот она есть перчатки которые остались еще с похода в никольскую дренажно-штольную систему и завтра я это все буду применять и бороться с металлом надеюсь что у меня это получится в общем я надеюсь на свой успех а сегодняшний успех у меня уже как можно видеть совершился я очень 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 довольна надеюсь вы тоже рады и я пошла еще что-нибудь повышеваю добрый вечер классика уже практически 2.02 после финиша по-моему это последнее что вы видели финиш по моим калибре я повышевала немножко крестиков в сердечке думаю что завтра вечером его продолжу а возможно я вообще закончу крестики в этом сердечке и смогу уже приступать к последнему и таки да буду потом по ним по всем делать одновременно весь бэкстич и все украшательства ну как-то так сложилось буду завтра вечером смотреть евровидение и уставшими руками делать крестики на этой прекрасной пластиковой основе но потом я пошла поотвечала на все комментарии и решительно такие что-то сделала в фетре что-то это сначала на вот этом вот темно-коричневом надо было вышить вот эту вот штуку крутящуюся от тыквы потом нужно было вышить вот эту часть верхнюю тут просто у нас прямой стежок две такие прямые линии потом все пошло интереснее надо было пришить тыкву оранжевую к вот этой же опять же коричневой основе набив ее и потом нужно было сделать стебельчатый стежок то есть сначала мы пришили и набили а потом нужно было сделать стебельчатый стежок вот тут вот у нас написано вот проходя через все слоя набивки и фетр то есть вот через все то есть через верхний оранжевый через набивку и через вот этот нижний коричневый. Вот так это выглядит с другой стороны. Я это сделала. Получился вот такой вот интересный у меня объем. Конечно, вот это вот там, где написано... Люблю их вот этот юмор. Вот в этом моменте, где написано Stuffing... Нет, не то. Вот. Stuffing Lightly. Диаде Lightly. Вот это вот мне называется. Я как начинаю набивать, это это все. Это все. Ну, я надеюсь, что оно потом при пришивании. А пришивание, кстати, должно быть уже, по-моему, на следующем этапе. Надеюсь, как-то его не поведет. Дальше тут у нас... Значит, это я что сделала? Так, это вот это пришейте, прокалывая все на свете. И потом нужно пришить темно-коричневый фон к детали 44, короче. используя две нитки коричневой... Ага, используя две нитки коричневой коричневого света и вот этот Blanket Stitch. Так. Что-то тут про пайетки. Что они имеют в виду? Что надо как-то проложить этот стежок, учитывая, что там потом будут пайетки. Здесь интересное будет пришивание, потому что нужно... Обычно мы все пришиваем в цвет фетра. То есть вот оранжевый... Оранжевая тыква пришивалась оранжевой ниткой, соответственно. Вот этот вот коричневый стебелечек пришивался коричневой ниткой. Но здесь у нас должно быть контрастное пришивание. Я впервые с таким сталкиваюсь. Видите, на темно-коричневый фетр пришивается гораздо более светлой ниткой. И вот таким вот Blanket Stitch. То есть тут не просто, видите, стежочки. Там стежочек, стежочек, стежочек. А тут еще сверху такая, как цепочечка получается. Я таким стежком сшиваю... Делаю таким образом финальный шов. Я сейчас попробую достать какую-нибудь... Какую-нибудь, где это будет хорошо видно. Ну вот достала яблоки прошлонедельные. С какой тут стороны это будет видно. покрутила, повертела. Не, ну, конечно, красным на красном. Это прям я интересно придумала. Так, какие еще есть варианты? Где у меня еще что-то на чем видно? Может, вот это вот лучше? То есть тут получается не просто стежочки, а еще такая по краю идет, как цепочка. Ну, вот-вот. Тут, мне кажется, видно. Может, с этой стороны. Она такая симпатичная. Может, на пироге. Я думаю, вы понимаете. Вот, вот, вот. Смотрите. Вот она бежевенькая. То есть я таким стежком сшиваю всегда детали с задником. То есть это мой всегда такой финальный стежок. А здесь надо его сделать на этом этапе. И выглядит он у нас вот он. Видите? То есть не просто стежочек, 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 а еще сверху такая вот штучечка выходит. Я, кстати, у меня есть видео по фетру. Я вам сейчас оставлю где-то в верхнем правом углу выезжает ссылка. И под видео тоже оставлю. Я снимала видео про самые первые мои фетровые игрушки. И там снимала про все эти стежки, показывала, как их выполнять. Там есть тайм-коды. Поэтому, если вам нужен какой-то конкретный стежок, вы можете просто нажать на нужный тайм-код и сразу перейти на ту минуту видео, где нужный вам стежок. В общем, вот так вот. Так что этим я тоже думаю, займусь завтра. Где моя тыква? Где моя тыква? Так, мы, значит, будем пришивать это к детали 41. Правильно? Нет, это деталь 41. Вот это деталь 44. И мы будем пришивать его вот сюда ровненько так разместим и вперед контрастной ниточкой будет красиво. Я, кстати, удивлена, что на этом этапе еще не пришиваются пайетки оранжевые. Я бы такая, что уже бы пришила, потому что, получается, пайетки потом будут пришиваться протыкая еще и этот слой. Ну, ладно. В общем, как задумано, так и сделаю. я думаю, что это не очень принципиально. Можно было бы и сейчас пришить, но уже не пришила, так не пришила. Потом будут еще вот эти вот листочки. Ну, в общем, как я и предполагала, не сильно сложная эта игрушка. Думаю, что у нее есть большие шансы. Но, кстати, что мне еще нужно, это сделать подвес. Финальный подвес для этого набора. Я же скручиваю метр нитки, потом разрезаю пополам. Получается два таких вот подвесика из крученого шнурочка. Так что надо это сделать последний раз. И мне хватит как раз на эту игрушку и на следующую. Я прям не могу поверить, что я уже до финишной прямой, мне уже хочется что-то другое. Но на лето, если мне не изменяет память, на лето у меня будет не фетровый процесс. Я прям все вам подоставала. Это же все. Раз, два, три, четыре, пять, да. Еще будет шестая. На лето у меня будет не фетр, на лето у меня будет, помните, такой осенний городок. Я вам сейчас его показываю, фотографию, как это все будет выглядеть. Давайте-ка я и себе открою эту фотографию, где она там у меня на компьютере аккуратно лежит. планы. Планы, планы, планы. 24-й. Оно еще не в осени. У меня столько планов на осень нарисовалось, которых изначально не было. Так, где же у меня лежит? Ага, это прекрасная фотография. Да, ну вот теперь мы с вами в равных условиях. Вот такой вот осенний городок. Мне надо вышить, я хочу вышить. Чего здесь только нет. Здесь несколько домов, здесь такая палатка с всякими морковочками, корзинки, господемельница. Мне уже страшно. Маленький трактор. Я не знаю, я надеюсь, что это будет точно так же, как у меня было с фетром, которого я боялась, потом оказалось, что нечего там бояться. И точно так же, как у меня было с херитажем и с этими узкокрестиками, которых я боялась, оказалось, не надо было бояться. Но я сейчас смотрю на это все, и я никогда не делала вот таких вот наборов на пластиковой конве. Боже, там даже есть маленькая скамеечка. Ой-ой-ой. В общем, я никогда этого не делала. Ничего подобного. Я понятия не имею, как это делается. Но вот у меня и такая идея фикс. Я хочу осенью осеннее дерево, на котором будут висеть вот эти осенние игрушки. Осенние... Там у меня есть авокадики от Натальи Лужанской, есть там мелхилы всякие осенние уже вышитые. будет стоять вокруг вот эта вот композиция, которую вы только что видели. И еще у меня вот такие вот. Это у нас значит, те, что я сейчас вышиваю, это у нас Мэри Стокинг, а вот такие вот у меня еще есть осенние дизайнники от Хершнерс, и они у меня тоже запланированы на этот год. То есть, у меня на этот год запланировано два набора осенних фетровых дизайнов. Вот так. А если мне не изменяет память, я, конечно, могу сейчас наврать, но, по-моему, у Хершнерс там еще и фетр без разметки. Так, чтобы я вообще развлекалась прямо от всей души. Но потом осенью должно быть красиво. В теории. как это все будет на практике, я не знаю. Но пока что меня, конечно, гораздо больше волнует вот та вот деревенька пластиковая, эти лавочки, эти все морковочки. Но будем с вами вместе разбираться, будем открывать этот набор, я его еще не открывала, смотреть, что там, как, куда, зачем, почему. Но это еще будет, хотел сказать, это будет не скоро, потом я посмотрела, что уже 9 мая. И поняла, что это будет скоро. Это будет, я думаю, в июне. Ну, попробуем разобраться, попробуем сделать, как говорится, все, что в наших силах. На этом на сегодня у меня все. Завтра будет насыщенный день. Послезавтра, я думаю, что тоже будем решать проблемы по мере их поступления. пока что вроде тихо, тревог я никаких не наблюдаю. пойти немножко и поспать. Но у меня уже, смотрите, какая красота. Почти законченный еще один фетровый набор. Не знаю, кто-то может считать, что это какой-то прям, знаете, набор для детского творчества, какое-то, что-то такое. наивное какое-то ребячество, но мне нравится. Мне оно приносит удовольствие. Я видела сегодня в тик-токе, по-моему, девушка пошла в Аврору, купила такой какой-то типа как водный пистолет, только он стреляет не водой, а этими там как-то заряженные эти мыльные пузырьки. То есть там нажимаешь на курок, из него прям огромными такими в несколько этих струй разлетаются мыльные пузырьки. Человек себе просто купил, пошел в магазин, купил себе детскую игрушку, просто идет по улице пускать мыльные пузырьки. И мне кажется, что это прекрасно. Нужно уметь получать удовольствие из каких-то простых вещей, насколько бы они странными не казались окружающим. Главное, чтобы радовало вас. Так что вы имеете право на мыльные пузыри, если вы хотите пускать мыльные пузыри. Вообще, я уже достаточно давно услышала фразу, которая мне очень понравилась, и я до сих пор каждый год ее вспоминаю, особенно в новогодний период. Ты никогда не можешь быть слишком взрослым для детского новогоднего подарка. Знаете, вот эти шоколадные наборы новогодние, конфет детские, которые мы в детстве получали часто, вот эти такие всякие домики, там, елочки, в которых внутри ассорти конфет. Вот ты никогда не можешь быть слишком взрослым для детского новогоднего подарка. Хочется, значит, ты имеешь полное право. В конце концов, мы в том прекрасном возрасте, когда мы уже можем себе позволить купить все то, что нам в детстве так сильно-сильно хотелось, а нам не разрешали, потому что это было либо для нас вредно, либо у родителей не было лишних денег, либо одно и другое, но теперь мы можем сами баловать своего внутреннего ребенка, додать себе того, чего когда-то вы считаете вы недополучили. Я в свои 20, не помню даже сколько мне было, ну за 20, 20 с копейками, у меня был период, кстати, у нас с подругой это вдвоем было, мы, очевидно, устроили себе такую обоюдную психотерапию, мы, когда встречались, мы дарили друг другу киндер-сюрпризы, то есть я вот прям шла в магазин, смотрю, о, киндер-сюрприз, куплю, и дарила подруге, и у нас несколько раз такое было, что реально я ее принесла, она мне принесла, и как-то все закрыли, закрыли мы этот гештальт, прошли, ну, почему нет? Мне кажется, это мило, нужно себя радовать, потому что прежде всего у каждого из нас есть я, вы это единственный человек, который по-любому всегда будет с вами, и если у вас есть возможность себя как-то порадовать, это очень круто, так, ваш мотивационный спикер Марин Капрок удаляется немножко поспать, почему меня тянет среди ночи на разговоры, я не знаю, но если я кого-то смотивировала пойти купить себе киндер-сюрприз или мыльные пузыри, не останавливайте себя, вы имеете полное право. Добрый вам денечек, 9 мая, четверг, инструменты, инструменты пыток, в общем, что мы имеем, мы имеем несколько прутиков, которые типа мы почистили, вот это называется типа почистили, фокусируйся, ну вот видно, сколько валяется этой всякой краски, не почищенная выглядит как-то так, то есть видите, вот краска, которая вот так вот просто берет и снимается пальцем, но это, конечно, удовольствие сильно ниже среднего, прям, прям сильно, оно даже где посчищалось, оно все равно не совсем ровно, оно не счищается, где-то уже вон до металла доскребла, смотрите, уже, где-то все равно какие-то бугорки остаются, в общем, не знаю, скребем, мы уже час скребем, еще неизвестно, сколько будем это все дело скрести, вон, ну видите, вот есть места, где оно прям вот такое, то есть ты берешь шкурку и снимаешь, а есть, где оно держится просто намертво, ой, 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 на надфиль наступило, в общем, сейчас как-то будем это все продолжать, ну что, всю одежду, в которой мы были, пришлось поснимать, потому что она вся вот такого вот цвета, вот точно вот такого вот как там лежит, вот это вот сизо-зелено, непонятно какого цвета вот эта вот пыль, мы были все в этой же пыли зеленой, все, все, что только можно, лицо, вся одежда, птица какая-то летела, но вроде как, вроде как, в какое-то более-менее удоверимое состояние мы это привели, некоторые вообще в хорошем, вот это вот, ну да, какие-то есть еще кусочки, но тут прям виден угол, это вам уже не обо что, где-то еще есть такие же удачные места, в некоторых местах прям реально да, скреблись до металла, вот эти, это оно, короче говоря, как-то, как-то оно будет, но мы больше двух часов его скребли, добрый день, 10 мая, я сижу красивенько на природе, на бетонном ограждении, вот тут вот сидит куча людей, вот на этом конкретном месте был каток, на который мы еще несколько месяцев ходили, вот тут у нас торговый центр Ривермолл, и что мы здесь все делаем, нас выгнали во время воздушной тревоги, вот так вот сидим, ждем отбоя, поливаем хлопок на Алиэкспресс, чтобы получить набор бесплатных полотенец, вы знали, что на Алиэкспресс есть такой прикол? Теперь знаете, в общем, сидим, ждем, да, у нас торговые центры закрываются, доброй вам ночи, идем по стандартной схеме, час 41, я дома, нормально, все сегодня, просидели мы, не знаю, наверное, минут 40, во время тревоги, ну, понятно, следили, чтобы если там что-то, что-то будет долетать, то мы бы пошли в укрытие, оно там есть, я там была не единожды, сидела в том укрытии, но, слава богу, сегодня не понадобилось, была в рукодельном магазине, купила, я сегодня шикарно сходила в рукодельный магазин, вы будете иною гордиться, не знаете, что, мне дали вот такую коробочку, и в этой коробочке, вот, я была в рукодельном магазине, где есть практически все, практически все, я купила нитку, вот, 905, ему не хватало, экономика должна быть экономной, как-то так, что я вам не показывала, не показывала я вам законченную, опять же, только, только крестиками, вот эту вот игрушку, это у нас уже третья, и я приступила вчера к четвертой, немножко сегодня тоже ее повышевала, но, что происходит, я заинтригована, в общем, сегодня ее повышевала немножко, но за сегодня у меня всего 503 крестика, к сожалению, но я поздно пришла домой, и это, поверьте, объясняет многое, но есть хорошие новости, вы не поверите, в это сложно поверить, учитывая, что уже середина мая, но я завтра, ну и вы, едем на дачу, я реально не могу это поверить, но да, завтра будет такое прям вот настоящее у нас открытие дачного сезона, и мне нужно с собой взять вышивку, понятное дело, конечно, первую половину дня, а то и большую часть дня я там буду убирать, потому что там есть чем заняться после зимы, но рано или поздно я же закончу с этим, надеюсь, и буду вышивать, возьму эту игрушку, надо ее доделать, кстати, я не посмотрела сколько в ней, сколько в ней осталось крестиков, именно крестиками, 641, ну да, с такими темпами, как у меня вчера, сегодня, в принципе, бы хватило мне, но я же возьму с запасом, и я подумала, что же взять мне еще, миниатюрки, мои планы на миниатюрки выглядят вот так вот, кстати, фетр надо будет тоже взять, план на миниатюрки выглядит так, это мы вышли, это пока нет, это, надо будет заняться на следующей изделии, это продвигаю усиленно, и вот есть еще такие вот три миниатюрки, бабочка, если честно, сначала подумала взять ее, она у меня уже так хорошо там спакована, уже все сложено, и тут я посмотрела на этот домик, дачный домик, и поняла, что нужно брать его, потому что, ну, что может быть более в тему, чем в первый такой нормальный человеческий выезд на дачу, взять с собой дачный домик, мне кажется, это просто идеально, это у нас, вот он, вот он, вот он, тут-таки что-то происходит, так, я снова с вами, вот такой вот домик, это у нас затычные хрестыки, в ортензии, в саду, 2023 год, прошлого года, значит, смотрите, что у нас здесь, такой вот домик, красивый, с фонариком, здесь два пришивных элемента, две пуговки, и я его уже открывала, я смотрела, я тут везде заглядывала, такая открыточка, с ним же, сам домик, подставка, фетр, органайзер с нитками, какая красота, ну, в общем, не жалко нарушать, потому что я бы и так ее завтра нарушила, бисерочек, немножко бисера, такой, сыпанный в один пакетик, но я думаю, здесь не сложно будет разобраться, две пуговки, красивые, леечка и бабочка, и тут, я так понимаю, у нас схема, давайте верну, что-нибудь красивое, схема, и да, и QR-код с электронной схемой, схема у нас вот такая, вот, цветосимвольная, среднего такого калибра, ну, вполне себе нормального, так, здесь у нас будет, ну, давайте я посмотрю, я себе уже загружала перенабор, 1931 крестик, немало, чуть-чуть боксича, два французских узелка, 80 бисеринок, и по цветам у нас тут что? 21 DMC и три цвета бисера, судя по всему, если верить, электронной схеме, вот, и есть, опять же, возможность скачать электронную, и это прекрасно, так что завтра буду приступать, это, опять же, ну, по-моему, самый прекрасный вариант, что можно было с собой взять в такой день. Надо это все сложить, вот, я не знаю, заниматься этим сейчас в час 49, или оставить это на завтра на утро. Наверное, все-таки какую-то часть надо бы сложить сейчас. Да. Кстати, рассказывала я вам, я монтировала сегодня вышивальную неделю, чтобы облегчить себе эту задачу на выходные, и я рассказывала там про зрение, про лазерную коррекцию и так далее, и мне же врач сказала, что те линзы, которые я ношу, на них написано, что их можно не снимать 30 дней. То есть, эта линза 30 дней не снимает. Я у нее спросила, можно ли мне конкретно в моей ситуации не снимать их 30 дней. Она сказала, что 30 все-таки не надо, но неделю можно. Неделю можно их спокойно не снимать. Я до этого всегда их снимала. То есть, я догадывалась, что эти конкретные можно не снимать, они же умеют читать. Но я все равно снимала. И сегодня, ну, вернее, вчера вечером я такая подумала, ну, надо попробовать. Этот день должен был рано или поздно настать. Но если мне уже врач сказала, что можно, значит, можно. В общем, я сегодня спала в линзах. Если честно, было страшновато. Я несколько раз за дочь просыпалась, пыталась понять, продолжали видеть что-то, потому что я наслышана каких-то жутких историй о линзах, ну, таких непредназначенных для этого дела, в которых случайно заснули. И какие потом были не очень хорошие моменты. Ну, я так просыпалась, смотрела, не, все, все хорошо. В общем, нормально я в них поспала, нормально я проснулась. И это такое интересное ощущение, когда ты просыпаешься, только вот открываешь глаза и четко все видишь. Я сегодня, наверное, повторю этот опыт. Это что-то качественно новое сегодня произошло в моей жизни. Решила с вами поделиться. Как-то так буду сейчас немножко собирать вещей. Понятно, что мне там надо на сутки максимум поехать, но что-то чуть-чуть надо. Что-то чуть-чуть все равно надо. Хорошо, что у меня еще пооставались даже несколько маленьких процессов. Вот этот совсем маленький, я за него не переживаю, за эту жабку я ее точно вышью. В этой, кстати, бабочке крестиков так немало. Я сейчас посмотрю. Я уже такую одну вышивала, синенькую. она прекрасно в поезде со мной ездила. Три две ну да, 2782 крестика и бэк, ну такая немаленькая. Прекрасно она ездила со мной в поезде. Сегодня как раз таки мне написала подруга и сказала, что ей задают вопросы, что что-то я давно к ней не приезжала. Все может быть, все может быть, планы не такие. Они складываются. Но это будет не в ближайшие несколько недель, пока у нас еще тут есть дела, которые надо поделать. Так что все, увидимся с вами завтра, я так понимаю, уже на даче. Доброе утро, у нас уже воскресенье, 12 мая. Тут у нас еще остатки сирени, а там он уже, видите, вот этот вот, вот это вот, это проклевывается жасмин. Тут с внутренней стороны тоже одна веточка есть, но основной куст с другой стороны. И он вот только-только, вот этот цветочек только сегодня распустился. Я не знаю, будет ли он цвести еще на следующей неделе. Будем надеяться, что будет, потому что я жасмин очень люблю. Приехали вчера, покосили, на самом деле сейчас 12 градусов на улице. Но дачный сезон мы вчера успешно открыли. У нас такой красивый куст, весь цветущий, птички ходят, птички, ничего себе, идут пешком, посмотрите. Здравствуйте, здравствуйте. очевидно, им удобно что-то собирать в этой. Ничего себе. У вас тут что? Мужинсовет? Это же происходит. Ой, а вот эти два что-то не поделили. Еще, еще, окей, я даже и еще, я даже не знаю, как бы так вам вот не мешать. Какие симпатичненькие. Это же надо. Ну ладно, пусть они наслаждаются собственно всем происходящим. Чеснок, который надо будет сегодня пособирать. И что же я вчера вышила? Вот, что я вчера вышила, я вчера довышивала последнее сердечко, все крестики в нем и теперь их у меня четыре, как-то странно. Осталось дело за малым. Бэкстич, французские узелки и весь вот этот пакетик сюда попришивать, который вы видели в начале этого видео. Ну, я думаю, что я буду делать все параллельно, то есть буду брать там, там цветов бэкстича по-моему немного, в общем, буду брать один цвет бэкстича, делать на всех, там вообще только черный и золотой, мне не изменяет память. В общем, как-то оптимизирую это производство и буду делать это параллельно на всех четырех. Посмотрела я вчера Евровидение, ну, что я вам хочу сказать, третье место это хорошо, это очень хорошо, но я в который раз убеждаюсь, что мне не очень радует во всем это мероприятие и в принципе наличие жюри, потому что когда потом смотришь, как проголосовали жюри и как проголосовали люди, то то, как проголосовали люди, нравится мне гораздо больше. Жюри нам дали пятое место, люди нам дали третье, но при этом люди дали хорвату первое место, а жюри, по-моему, второе, кажется, и люди дали швейцарцу на секундочку пятое, а не первое, как жюри, вот так вот, в общем, меня бы вполне себе устроило, где мы на третьем и хорват на первом, но увы и ах, нет, песня победителя мне тоже нравится, она не то, что какая-то плохая, он хоть дьявола не вызывал, в этом году это уже достижение не вызвать на сцене никого, но мне, если выбирать между швейцарцем и хорватом, гораздо больше понравился хорват, но имеем, что имеем, в любом случае третье место, мне кажется, результат, и сейчас я спрячу в карман вот это, мне здесь знаете ли, все с собой, я вчера под Евровидением начала вышивать домик, ой, и только что я осознала, что была бы очень красивая фотография с этим домиком на фоне вот этого вот куста, потому что там как раз очень много будет белого и тоже такие цветочки, но кажется, этот куст откланяется быстрее, чем я вышью этот домик, я, конечно, могла бы попытаться его вышить до следующих выходных, но мне кажется, что ты там как вообще? живучий или такое? смотрите, какие красивые цветочки, мне кажется, что эта карта может не сыграть, в общем, начала я вчера дом, начала вот так вот с крыши, я знаю, многие начинают вышивать домики с основания, с фундамента, но я начала почему-то с крышей и, ну почему-почему-то, там большие цветовые участки были, поэтому и с крыши, ну, эти птицы, по-моему, я их такие распугиваю, в общем, вчера у меня был еще один старт, так, ладно, уйдем отсюда, дадим птицам заниматься, чем они там занимались, и пойду сейчас фетр, да, браться за фетр, он на точно таком же этапе, как я вам показывала в предыдущий раз, его там дня 4 назад, и сегодня мне нужно закончить эту игрушку, так что иду все это дело пришивать, сшивать, я еще шнурок не крутила, в общем, есть чем заняться. Добрый вечер, угадайте, кто вернулся домой, я вернулась домой, и сейчас буду заканчивать свою уже пятую фетровую игрушку. Все, что мне осталось здесь делать, как видите, я сегодня полностью вышила стебельчатый стежок на листочках, пришила листочки, пришила, собственно, вот эту вот коричневую деталь к бежевой, вот этим блэнкет стич, которым я вам рассказывала, немножко сидела, тупила, откровенно говоря, когда я привыкла его через край шить, я села, думаю, так, я знаю, как его делать, я делала его миллион раз, но как его делать так, чтобы не через край, и я посидела, это знаете, как загружаешь какую-то программу и сидишь, смотришь на вот эти проценты, смотришь, такой 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, вот так вот я сидела, смотрела на это все и думала, так, если я иголкой туда, то вот она отсюда, и вот тогда тут будет петелька, и тогда я, не, так не получается, хорошо, а если я иголкой отсюда, и вот тогда тут будет петелька, и вот так вот я сидела, нет, я эти пять точно сидела, просто смотрела на это все, думаю, так, если я сюда, то оно сюда, если я сюда, то оно сюда, разобралась, слава богу, как видите, правда, здесь в инструкции было сказано, что нужно проложить эти стишки приблизительно на расстоянии пайетки друг от друга, то есть, чтобы зрительно между ними могла бы поместиться пайетка, не похоже, что между ними зрительно может поместиться пайетка, откровенно говоря, я их сделала гораздо чаще, чем предполагал производитель, но не страшно, сейчас мне осталось пришить оранжевые пайетки на тыкву, коричневые пайетки на саму основу, вот, прикрепить шнурочек и сшить задник, все, я думаю, я сейчас за полчаса это все закончу, но пора уже закругляться с вышивальной неделей, спонсоры ждут ее сегодня, спасибо вам огромное еще раз всем, кто принял решение поддерживать символической суммой мой канал, я думаю активно о том, какие бы еще плюшки вам за это придумать, мне очень приятно, что вы меня поддерживаете таким образом, напишите, кстати, может у вас есть какие-то идеи, я уже читала несколько по поводу голосований о процессах, я помню, и также мне еще говорили, что можно начать, например, возвращать впечатление месяца, потому что этой рубрике, которая существовала на моей канале, на моей канале, на моем канале до января 22 года эта рубрика у меня началась в, как мне написали, опять же, в 2014, то есть в августе этого года ей будет 10 лет кошмар, какими цифрами я тут кручу, в общем, мне предлагали снимать впечатление месяца, выкладывать для спонсоров, в общем, напишите, что вы думаете по этому поводу, что бы вы еще хотели, чтобы у меня на канале такого интересного появилось, а пока что у меня появится сегодня точно пятая игрушка, и на следующей неделе у нас с вами финал, на следующей неделе будем делать вот такой вот симпатичный подсолнух, вот тут я смотрю, так нормальненько, бисером будет расшиваться, черный бисер он есть, вот он, но он еще нигде не использовался, потому что он будет использоваться в одной единственной игрушке, вот в этой, там, так что на следующей неделе у нас с вами еще один финал, на следующей неделе у нас с вами еще один старт, я думаю, что последний такой большой старт мая у меня, и посмотрим, что еще мы придумаем, на этом все, спасибо всем огромное за внимание, удачи вам, творческих успехов, берегите себя, пока! пока!